Алло, добрый вечер. Алло? Да. Батюшка Дмитрий, здравствуйте, благословите. Здравствуйте, Бог вас благословит. Батюшка, вы знаете, я какой хотела вопрос задать. Вот в моей жизни было такое, что у меня родственница очень сильно болела. Но это было при этой... Простите меня, пожалуйста, вот здесь мужчина один выразился, иудействующая власть. Но это где-то было в 50-е годы, батюшка, вот в деревне, в деревенской избе. Там плевать хотели на все это, и в каждой избе была икона Божьей Матери, в основном казанская. Она помолилась перед иконой, очень сильно болела, и Божьей Матери ее исцелила. А почему это точно, батюшка? Потому что она когда молилась, она чисто по-простому попросила Царицу Небесную, чтобы она ее исцелила. И по большим праздникам я ничего не буду делать. Но потом, видимо, она забылась, батюшка, и она в большой праздник, какой-то летом, решила постирать. А я была ребенком при ней. И мы слышали чисто, необыкновенно красивый голос. Я потом батюшке рассказывала, он сказал, что вы слышали Царицу Небесную. Батюшка, считается этот образ, перед которым она молилась. И она после прожила 90 лет, и сейчас этот образ, он простой. Бумажный, ну вот в таком киоте простом, деревянном, он находится у дочки, в химках. Считается он чудотворным, батюшка? Ну, понимаете, что значит считается? Во-первых, все иконы и бумажные, и написаны на дереве, и отлиты в металле. Все иконы чудотворные. Вот. Просто есть, как бы вот, ну первый образ, это та икона, которая была явлена вот той девочке в городе Казани. А потом с нее было создано множество списков, потому что очень многие люди хотели иметь у себя в доме. И действительно, образ казанской иконы Божьей Матери, это самый распространенный, вот, вид иконы Божьей Матери, которая у нас на Руси есть. Вот. И поэтому все эти иконы чудотворные. Теперь. Чудо бывает разного масштаба. Ну, вот, например, маленький мальчик, там, 17 лет, поступает в институт. Подошел к казанской иконе Божьей Матери, и говорит, Матерь Божья, помоги мне сдать экзамен первый, математику письменной, я очень боюсь. Все. Берет билет, тот, который он знает, все отвечает, получает пятерку, прибегает к иконе, благодарит. Это чудо. Какого? Частного плана. Бывает чудо семейным. Когда вся семья помолилась, допустим, что папа благополучно вышел из запоя. Вот, глядишь, он очухался, пить перестал и, так сказать, здоровье свое поправил. Без всякого, так сказать, страшной, там, абстиненции. Вот. Чудо, чудо, но уже семейного масштаба. Бывает чудо в масштабе прихода. Вот я помню у нас Валтуфио, еще при советской власти, какой-то должен был приехать чиновник, советский фрам, и, ну, с какой-то такой миссией, надо сказать, зловредный. Ну, и настоятель отслужил молебен. Я уж не знаю, какой он отслужил молебен, вот, Матери Божией, но какие прошения добавлял, не знаю, потому что это было не при мне. Ну, вот, и вот этот чиновник, который ехал, по дороге умер, и эта беда отвелась, вот, и, как говорится, вот эта напасть, как бы, сошла на нет. Это уже чудо в масштабе прихода. Бывает чудо в масштабе города, бывает чудо в масштабе страны, а бывает чудо в масштабе всей Вселенной, всей Айкумены, так сказать, вот и все. Ну, поэтому, что значит, считается. Раз у вас от этой иконы было чудо, она, конечно, эта икона чудотворная, вот эта напечатанная иконочка, вот, но масштаб этого чуда ваш личный. Ну, и что ж, и слава Богу, от этого никак никто и ничто не умаляется, поэтому... Ну, просто не надо как-то, вот, вот этот, путать, как бы, масштаб. Даже в прославлении святых, у каждого святого, у каждого положена служба. Кому простая, кому шестеричная, кому слабословная, кому полилейная, кому бденная, вот, и так далее, и так далее. Вот, это в церкви вот такой порядок наблюдается. Так же и здесь, вот, одно дело семейное чудо, другое дело чудо для всей страны явленное. Ну, вот, это нужно стараться различать. Продолжение следует...